Огонь распространялся очень быстро. Этому способствовала сухая, нескошенная трава. Предположительно, со слов очевидцев, очаг возгорания находился примерно вот в том конце поля и мгновенно перекинулся на вот этот вот жилой дом. Соседи вызвали спасателей. Пока машины ехали, тушили своими силами. До пожара в деревне было 20 домов, жили в них в основном дачники. Когда стало понятно, что охваченные пламенем строения своими силами уже не спасти, бросились отсекать огонь и отстаивать соседние постройки. Орудовали лопатами, забивали пламя ветками, размотали шланги, которые обычно используют для полива огорода. Соседние деревни приехали из хутора тоже. Спасибо им большое. Тяжело, конечно, очень тяжело. Это главное сосредоточиться и отсекать этот пожар. Потому что люди начинают в суматохе, непонятно что творить. Ужасно. Из проезжающих мимо машин только двое добровольцев остановились, чтобы помочь предотвратить распространение огня дальше. Под угрозой была вся деревня. Развитию пожара способствовал сильный ветер, наличие большого количества сухой травы, захламленность ряда участков, что способствовало быстрому распространению пожара. Два дома спасти мне удалось. Юрий Сергеевич жил здесь больше 60 лет. На его глазах огонь сначала охватил деревянный туалет, а потом пламя перекинулось на здание. Дом вспыхнул. Я стою, как это самое. Очень говорить, как стою. Пришлось сесть. Разбираю каждые вещи, радуюсь. Топорище нашел. То есть сам топор. Вот значит, думаю, из него топор сделаю. Точная причина возникновения пожара в деревне устанавливается. Более 50 раз в сутки спасатели выезжают на вызовы из-за палов травы. Из-за халатности и незнания техники безопасности люди зачастую поджигают траву на своих участках и теряют контроль над ситуацией. Если какое-либо происшествие, связанное с пожаром, привело к уничтожению имущества в крупном размере, то есть больше 250 тысяч рублей, за данное действие предусмотрена уголовная ответственность. В Ильягах тем временем местные жители рассказали, что теперь на участке всегда стоят наполненные тазы и ведра с водой. Из Новгородского района Анна Вихрова, Андрей Константинов. Новости Новгородское областное телевидение.